Ваш малыш родился и первое время наедине с ним и собственными страхами могут показаться довольно трудными. Сейчас родителям предстоит многому научиться и самое главное на этом этапе это успокоиться и не паниковать. Это программа «Мамина школа». Меня зовут Олеся Новикова и сегодня мы ответим на все вопросы родителей-младенцев. Смотрите в программе. Новорождённый. Первые дни дома. Как наладить грудное вскармливание. Рекорды столичного роддома. И рецепты для кормящих мам. Родившись младенец сразу начинает приспосабливаться к окружающей среде, разобраться в нюансах и помочь крохе приспособиться и привыкнуть к этому большому миру. Нам поможет неанатолог Карина Федоренко. Карина Анатольевна, добрый день. Добрый день. Ребёнок родился и в роддоме ему сразу делают инъекцию с витамином К. Но как выяснилось, мало кто вообще об этом знает. Что это такое и какие проблемы витамин К может предотвратить? Это очень важный витамин. Он синтезируется к кишечной микрофлорой в норме. Но у новорождённого ребёнка кишечник только заселяется и возникает естественный дефицит витамина К. Его очень мало в грудном молоке. Он плохо передаётся через плаценту. Поэтому этот дефицит нам нужно восполнить, так как витамин К стимулирует факторы свёртывания крови. То есть если его недостаточно, может быть кровоизлияние или кровопотеря. То есть всем младенцам, которые появляются на свет, рекомендовано... Рекомендовано сделать инъекцию витамина К в роддзале для того, чтобы избежать геморрагической болезни новорожденных, когда кровь плохо сворачивается. Она бывает ранее, классическая и поздняя. И мы профилактируем именно классическую и позднюю геморрагическую болезнь, потому что поздняя, она чаще всего даёт кровоизлияние в головной мозг, которые могут привести к большим проблемам. Тут всё серьёзно. С этим понятно. Уход за пупочной ранкой – это тоже волнует всех новоиспечённых родителей. Вот изменились какие-то рекомендации или всё так же мажут зелёнкой, как и было? Зелёнкой уже не мажут. Значит, сейчас такая тенденция к открытому введению пупочного остатка. Пупочный остаток не отсекают, его оставляют. Для того, чтобы он сам потихонечку отсекал. Да, мумифицировался. И чаще всего проблемы возникают тогда, когда, наоборот, мы лезем туда часто, обрабатываем, контаминируем. Мама тревожная думает, вдруг недообработаю будет. Большого количества антисептиков. Это препятствует естественной мумификации вот этого пупочного остатка. То есть получается, чем меньше мы туда лезем, тем быстрее и качественнее… Чем быстрее он мумифицируется. А пупочную ранку мы обрабатываем два раза в день после отпадения пупочного остатка, утром и вечером после купания. Если не зелёнкой, то чем? Если не зелёнкой, то можно обрабатывать спиртовым раствором или раствором хлоргексидина. Ещё зелёнка, она закрашивает. Если возникают какие-то проблемы, гиперемия, воспаление, их просто не будет видно. И зелёнка, раствор бриантовой зелени – это слабый антисептик. Поэтому смысл в этом нет. Только лишь бабушкам хорошо видно, что мама за пупочком ухаживает. То есть меньше тревожности. С этим понятно. Сыпь и акне новорожденных. Вот мы часто слышим фразу «кожа как у младенца», и вроде представляем её, что она должна быть нежной, чистой, бархатистой. Но не всегда так получается. Младенец родился, у него и на личике могут быть высыпания. Вот что считается нормой, а что является поводом обратиться за помощью? Акне новорожденных – это транзиторное состояние, то есть оно проходит само по себе. Ничего давить не надо. Ничего давить не надо. Оно вызывает лишь только косметические какие-то неудобства. Может быть, вызывает атак. Располагается на лице, на волосистой части головы, на спине. Ничего давить, трогать не надо. Само проходит максимум к 4 месяцам. А когда мама начинает пытаться избавиться от этого, тогда присоединяется инфекция. И потому что кожа действительно тонкая, и барьер её тонкий, защитный. И тогда уже можно получить осложнение в виде бактериальных осложнений. Тем не менее, какая сыпь на кожу новорожденного всё-таки не норма? Какая сыпь гнойные выделения с гнойным наконечником, если она располагается по всему телу, если при этом общее состояние ребёнка тоже страдает. Вот это уже не норма и симптом какого-то грозного инфекционного заболевания. То есть обращаем на это внимание? Да. Если в первый месяц жизни удастся наладить грудное вскармливание, то жизнь всей семьи станет проще. Потому что грудное молоко – это питание, это иммунитет, это способ успокоить малыша и сэкономить семейный бюджет. Как действовать правильно, знает супермама Таня. Мамины молоко – лучшая еда для ребёнка. И если на пути грудного вскармливания встречаются трудности, нужно постараться наладить процесс. Итак, для начала специалисты советуют подобрать маме комфортное для себя и для малыша положение. Правильное прикладывание – это залог успешного кормления. Если трещины появились, самая главная причина, 80% случаев – это неправильное прикладывание ребёнка. Это такое прикладывание, при котором ребёнок, когда сосёт грудь, вызывает трещины, боль какую-то у мамы, травмирует сосок. Можно использовать, очень хорошо себя зарекомендовал крем с ланолином, ланолин содержащий. Так в аптеке можно и спросить. Грудное вскармливание может доставлять неприятные ощущения, когда во время прилива молока возникают нагрубания желёз и затем и застой молока. Это может привести к лактостазу. Можно перед тем, как сцеживать, также сделать лимфодренажный массаж. Что это такое? Это когда мы лимфу, которая здесь скопилась, то есть вот этот отёк, просто как бы разгоняем вверх, да, просто убираем пальцами. Все движения должны быть максимально мягкими, нетравмирующими, аккуратными. Можно перед этим пальпировать, похлопывать, поглаживать. То есть все движения должны быть мягкими. Это самое такое вот важное. В качестве профилактики лактостаза специалисты рекомендуют чаще прикладывать малыша к груди, даже если уплотнение в груди всё-таки появилось. Начать ребёнка кормить в такой позиции, где бы его подбородок, ребёнка, был направлен в сторону уплотнения. Очень часто мамы жалуются на уплотнение именно вот в этой доле, подмышечной, потому что она такая более трудодоступная. Что можно сделать, какую позицию? Это вот таким образом, когда ножки ребёнка назад. И мы видим, что подбородок его уходит как раз сюда, и значит, что оттуда он более эффективно забирает молоко. У грудного вскармливания практически нет противопоказаний. Даже во время недомогания и вируса мамам рекомендуют не прекращать кормить грудью. Сейчас подобрать лекарственные препараты, совместимые с грудным вскармливанием, несложно. Если у мамы какое-то инфекционное заболевание или вирусное заболевание, у неё поднялась температура, то организм в тот момент, как мама болеет, вырабатывает антитела. И эти антитела попадают, соответственно, в молоко. И если ребёнок продолжается кормить маминой грудью и, скажем так, потреблять это молоко, то ему уже попадают готовые антитела к этому вирусу, которым, скорее всего, он тоже может заболеть, так как находится рядом с мамой в семье, но перенесёт это либо совсем незаметно, либо как-то быстрее и легче благодаря этим антителам. Кормить в данном случае даже рекомендуется. Специалисты по грудному вскармливанию говорят, Даже если кроха отказывается от груди, стоит продолжать попытки. Часто наладить процесс помогает настрой и эмоциональная обстановка в семье. Если у вас дома появился младенец, то обязательно пересмотрите ролики из серии «Календарь развития ребёнка». Набирайте эту фразу в поиске и добавьте «Мамина школа». Уверена, вам это будет полезно. Купание малыша. Мне кажется, здесь тоже рекомендации очень сильно изменились и совсем не те, которые советовали наши бабушки. Нужно ли купать ребёнка-младенца каждый день? Нужно ли кипятить воду? Нужно ли топить, чтобы в помещении, где стоит детская ванночка, было жарко? Купание младенца – это больше закаливающая процедура, чем гигиеническая. То есть не так сильно он пачкается, чтобы прям намывать? Дети, которые ещё не ползают, они ещё не пачкаются. Купание можно подразделить на две части – это до отпадения пупочного остатка и после заживления пупочной ранки. До этого мы просто обтираем ребёнка тёплой водичкой в местах естественных складок. Мы обтираем тёплой водичкой. А в большой ванной уже после того, как у нас зажила пупочная ранка, это к 14-15 дню, мы купаем в большой ванной. И ребёнок в большой ванной, у него происходит больше энергозатрат, как закаливающая процедура больше купания. То есть нагревать воздух и очень горячую воду? Воздух нагревать не надо. Температура воды в купании при большой ванной должна составлять 36 градусов. И можно снижать, каждую неделю снижать по градусу. А натапливать воздух, чтобы создавать вот этот перегрев ребёнка, нет смысла? А водичка стерильная, кипячёная? Нет, кипятить тоже не нужно воду младенцам. Как же так, не попадёт в пупок? Нет, мы после купания обязательно обрабатываем пупочную ранку раствором антисептика, только если из неё есть какие-то выделения. Если она сухая, даже обрабатывать пупочную ранку не надо. По сути, нет смысла в кипячении воды, потому что если ты вскипятил, допустим, ведро или большую кастрюлю, разбавишь ты её всё равно холодной водой из-под крана. И когда всё твоё кипячение, стерилизация пойдёт на смарку. Или же ты, допустим, оставишь эту кастрюлю остывать, но всё равно за время остывания в неё тоже попадут какие-то микроорганизмы, бактерии. То есть в этом вообще нет никакого смысла. Нет никакого смысла. Лучше время на кипячение воды потратить маме на какой-то отдых и сон. И каждый день купать не обязательно. Так, хорошо. Совместный сон или раздельный сон? Какой сон полезнее младенцу? Или тут в каждой семье всё-таки... Тут дело вообще не в младенце. Он пристроится к любой ситуации. Моё личное мнение, что полезнее раздельный сон. Потому что это профилактика синдрома внезапной смерти. И опять же климат, микроклимат в семье, если не устраивает кого-то младенец в постели, каждый младенец должен иметь своё личное пространство, свою зону и в ней находиться. А мама спать с папой. А мама спать с папой, да. Это тоже важно. Так, про синдром внезапной детской смерти. Вы уже затронули. И тоже родители спрашивают, нужно ли покупать младенцу, если он спит отдельно, монитор, который считывает его дыхание и сердцебиение, чтобы ночью следить за тем, что малыш дышит. И может ли такой монитор, такой прибор предотвратить синдром внезапной детской ночной смерти? Нет, такой прибор не может однозначно предотвратить. С маркетинговой ход? Да, потому что это гаджет. И этот синдром внезапной смерти, её ничего не может предотвратить. Но есть действенные методы, которые могут уменьшить риск. Это отказаться от курения, от табачного дыма, в принципе, в любых его количествах. Ложить ребёнка спать отдельно. Сон только на спине. И исключить тугое пеленание. Вот эти методы. Там больше шансов будет, что всё будет хорошо. Год только начался, а в Тираспольском роддоме уже появилось очень много малышей. Кого больше, мальчишек или девчонок? И какими именами сейчас называют детей в Тирасполе? Смотрите в нашем следующем сюжете. Максим и София – самые популярные имена 2019 года. Чаще всего мальчиков в Тирасполе называли Артём, Александр и Дима. Девочек Анастасия, Анна и Дарья. Очень удачно начинаемый год. Мы надеемся, что и дальше весь год у нас будет таким продуктивным. В прошлом году как-то больше 52% у нас было девочек за прошлый год. В этом году мы начинаем год больше мальчиков. С начала января 71 ребёнок. И это рекорд. Численный перевес пока у мальчиков. Их уже 40 против 31 девчонки. Прямо сейчас в отделении сразу две двойни. Первой родилась Аня. Засыпает на руках у мамы. За ней её сестра Алена уже сладко спит в квезе. Конечно, у мамы двойняшек вопросов вдвое больше обычного. Там у нас слишком активно. Я уйдусь, спрашиваю, нормально? Там у нас много спит. Чего это много спит? А это активно, это много спит. И вот я хожу и достаю. В палатах, где двойни дежурят бабушки, помогают с внуками. Близнецы Матвей и Сергей родились с разницей в одну минуту. Сейчас хорошо наелись и крепко спят. Один похож на маму, другой на папу. И здесь в палату делили мальчишки. Это был важный долгожданный день. Выписка из роддома. Костю у него тут самая густая шевелюра. Дома ждала старшая сестричка. А Богдана братик. А ждал братик? Другого братика. Что говорил маме? Братик ещё не понимает. Мы годы три только. С каждым годом в Тираспольском роддоме всё больше родов естественных. Работает перинатальная школа с курсом для будущих мам и пап. Приветствуют и поддерживают партнёрские роды. При партнёрских родах у нас меньше процент осложнений в родах. Больше процент родов через естественные родовые пути. Также у нас спокойно могут присутствовать на родах мужья, мамы, сёстры. И, конечно, есть топ самых необычных и редких имён в Тирасполе. Мальчики Матео, Арон, Тигран, Самуил, Хасан и Лука. Девочки Асель, Фиджи, Алиша, Сона, Зейнеп и Беатрис. Всем новым жителям нашего города желаем здоровья, а их родителям сил. Поддерживайте друг друга, пусть ваши дети вас радуют. А мы продолжаем говорить вместе с неонатологом о том, что же делать с новорождённым ребёнком. Стул младенца. Горячая тема на всех родительских форумах. Каким он должен быть, а что является поводом для беспокойства? Ну, диапазон нормы стула очень широкий. Даже частота один раз в 5-7 дней на грудном вскармливании тоже будет считаться нормой. Если малыш хорошо себя чувствует. Да, и 5-7 раз в день или после каждого кормления на грудном вскармливании тоже будет считаться нормой. Всё зависит от вида вскармливания. Грудное вскармливание или искусственное вскармливание. То есть стул на смеси будет более плотной консистенции. На грудном вскармливании он может впитываться полностью в памперс. То есть пока малыш себя хорошо чувствует, прибавляет в весе, у него есть аппетит. Беспокоиться не стоит. И рассматривать содержимое памперса тоже не стоит. И фотографировать и выкладывать бесконечно в интернет с вопросом, всё ли нормально. Иногда патологические примеси, если всё нормально с ребёнком, даже наличие слизи бывает иногда при определённых ситуациях, непереваренных комочков, это тоже не должно вызывать беспокойство. Чего не должно быть точно. В стуле не должно быть крови. В нашем возрасте кровь в стуле прожилками или алая кровь в любом виде является чаще всего признаком непереносимости белков, коровьего молока. Или трещины заднего прохода. Вот этого быть не должно. И цвет стула. Цвет стула чёрный может быть только, если ребёнок принимает препараты железа. В других случаях нужно обратиться к педиатру обязательно. Если мы заметили чёрный стул, если стул стал светлеть, он стал белым, это может говорить о дискинезии или отрезии желчевыводящих путей. А в остальных случаях он не должен вызывать беспокойство. Вакцинация. Вот она тоже вызывает родительское беспокойство. В течение первого месяца ребёнку уже делают несколько вакцин. И у молодых мам возникает вопрос, есть ли в этом необходимость? Неужели такой маленький ребёнок, который ещё находится дома, может где-нибудь заразиться болезнями, от которых его вакцинируют в роддоме? В периоде новорожденности делают всего лишь две вакцины, это гепатит В и ВЦЖ. От них не стоит отказываться, вакцина спасает жизни. Дело в том, что гепатит В – это такая инфекция, которая, если перенесёт взрослый человек, 90% излечивается, лишь только 10% переходит в хроническую форму. А если перенесёт ребёнок новорождённый, то 90% того, что будет хроническая форма с образованием иногда вплоть до цирроза печени. Поэтому это очень опасно. А по поводу туберкулёза нет гарантии, что, допустим, сосед не страдает открытой формой туберкулёза и вы с ней не сконтактируете. Поэтому их стоит делать, отказываться не стоит. Нашу программу продолжит рецепт супермамы Кати – картофельные шарики в мясной подливке. У Кати всегда полезные, очень простые рецепты, потому что она понимает, у молодых мам нет такой роскоши, как лишние силы и лишнее время на готовку. Вечером хочется, чтобы ужин готовился быстро и по возможности сам. Картофельные шарики из этой оперы. Нужна картофель, лук, мука, сыр, отварное мясо, бульон, масло, томатная паста и специи. Картофель очисти и отвори, как для пюре. Растолки его вот так. Лук нарежь мелко и обжарь на растительном масле. Затем добавь сливочное и всыпь муку. Перемешивай смесь. Мясо измельчи, как нравится. Отправь в сковородку. Немедли вливай бульон, а затем томатную пасту. Без последней можно легко обойтись, если помидоры не входят в твой рацион. Соль и перец по вкусу. Смотри, соус густеет быстро. Переложи его в форму. Нарезай сыр кубиками. Набирай пюре и формируй вот такие шарики. Клади их прямо на соус. Запекай блюдо в духовке 30 минут при температуре 200 градусов. Вот. Продолжение следует... Все рецепты супермамы Кати, как, впрочем, и остальные наши сюжеты, есть на канале на ютюбе. Присоединяйтесь к нашей теплой компании в соцсетях, потому что вместе нам будет еще интересней. Пеленочный дерматит и опрелости тоже очень часто встречаются у младенцев. Вот что делать, чтобы этого не случалось? И если уже вдруг случилось, как действовать? Но прежде всего, если возникли опрелости, значит, там жарко. Под памперсом температура и так выше на градус, чем в окружающей среде. А если мама еще путает? Да, значит, неоптимизированы параметры воздуха в помещении. Кожа под подгузником должна быть такая же, как кожа на всем теле ребенка. Поэтому нужно запастись увлажнителем. Температура в помещении, где находится наврожденный ребенок, должна быть от 18 до 22 градусов. Не замерзнет? Нет, не замерзнет. Должен быть увлажнитель и приборы учета. Это термометр и гигрометр. И опрелости нам удастся избежать. Но если уже такая проблема возникла, то можно попытаться помазать цинковой мазью. Ну, то есть мазь, любой препарат, содержащий цинк. Подсушить? Подсушить, да. А если в течение трех дней не прошло, нужно обратиться к врачу. Желтушка тоже частое явление, можно сказать, особенно у малышей, которые на грудном вскармливании. И вокруг нее столько вот каких-то вот таких вещей, которые мам очень сильно пугают. И, естественно, они боятся и не знают, как действовать. Вот про нее хочется узнать что-то. Это норма до какого-то определенного возраста? Бояться не стоит. Если вас выписали из роддома, значит никакой угрожающей ситуации с вами быть не должно. Печень начинает справляться с билирубином, вот этим токсическим продуктом распада гемоглобина. Примерно к 14-му дню желтуха должна пройти. Возникает неопасная желтуха на третьи сутки жизни. Если никаких препятствий к выписке нет, печень будет справляться, и желтуха сама по себе проходит. Желтуха материнского молока возникает у новорожденных тогда, когда в грудном молоке находится много материнских гормонов. Они связывают белок, и билирубину не остается белка, чтобы выводиться. И он циркулирует и дает интенсивно желтое окрашивание кожи и слизистым. Но это желтуха не опасна. Для того, чтобы диагностировать, иногда отменяют на сутки грудное молоко, и билирубин падает примерно на 40% от исходного, который был. И диагностируют желтуху именно от материнского молока, это диагностический тест, и продолжают грудное скармливание. Обычно такие дети хорошо выглядят, набирают в весе, они просто желтые. Это не опасно. Может длиться до трех месяцев. Может длиться волнообразно. Я хочу мамам посоветовать не беспокоиться, снизить градус своей тревожности, и при необходимости консультироваться с врачом, а не спрашивать совета у соседей. Карина Анатольевна, спасибо вам большое за рекомендации, за поддержку. Я желаю, чтобы все детки были здоровыми, а вам желаю успехов в работе. Спасибо. Ваш малыш родился и очень нуждается в ласковых прикосновениях. Когда мама поглаживает и целует, кроха чувствует, что он не одинок. Это дает ему чувство защищенности и уверенности в таком большом и пока еще непонятном мире. То есть получается таким абсолютно простым и бесплатным способом можно сделать любого малыша счастливым с самого рождения. Это была программа «Мамина школа». Мы увидимся с вами на следующей неделе и будем расти детей вместе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!